Для этих ребят рабочий день начинается в 7 утра, а заканчивается, когда на улице темнеет. Они работают и в непогоду. Главная цель, поставленная перед компанией Гидроэнергопром, занимающегося ремонтами теплосетей в центре Южной части Полевского, завершить все работы к середине сентября. Начался этап благоустройства территории, установка бордюров, подбетонка, асфальтовые работы и завершение сварочных работ. На втором участке, что в районе перекрестка улиц Бажова-Крылова, работы в самом разгаре. Для того, чтобы не выбиться из графика и сдать этот участок в срок, специалисты Гидроэнергопрома работают без выходных. И пока сомнений в том, что ремонты на магистральных теплосетях будут выполнены до 15 сентября, ни у кого не возникает. Это радует, что все-таки действительно занимаются Южной частью города, что все-таки хоть будет тепло. Нужно это делать, чтобы было надолго и на всегда, чтобы было хорошо. И дома нам было тепло. Для ремонта теплосетей Южной части используются самые современные материалы и способы прокладки трубопровода. Сегодня изношенные металлические трубы меняют на пенополиуретановые. Это обычная металлическая труба, выпускаясь вашим северским заводом, хорошего качества. В ППУ изоляции это пенополиуретаны, покрытые полиэтиленовой пленкой. У них меньше коэффициент теплоотдачи и меньше таяния снегов и попадания в теплотрассу. Если вода все-таки попадает в теплотрассу, то труба снаружи не гниет, так как она защищена полиэтиленом. У пенополиуретановых труб есть ряд очевидных преимуществ перед старыми металлическими. Одно из них это то, что защитное покрытие из полиэтилена эффективно защищает трубопровод от разрушительного воздействия влаги и других негативных факторов внешней среды. Это трубы самые современные, которые на сегодняшний день существуют. Трубы эти будут стоять в разы дольше, чем которые ориентировались раньше. Региональная сетевая компания в предстоящем отопительном сезоне, ответственная за обслуживание тепловых и водопроводных сетей южной части Полевского, также сегодня занята ремонтами теплотрасс и водоводов. Сегодня работы идут на участке магистрального трубопровода в районе дома 93 по улице Володарского. Для этого мы сделали 36 утечек, из них 22 это теплотрасса и 14 это водопроводные. Затраты предприятия у нас сейчас порядка 5 миллионов рублей при плановых полторах. Будет еще потрачено еще больше, это порядка 4, чтобы жители южной части Полевского в принципе ощутили на себе тепло. Изношенность сетей осложняет работу. На одни и те же участки приходится возвращаться по несколько раз, сетует Владислав Никифоров. Сети очень сильно изношены, очень сильно изношены и на их восстановление требуется немало средств. Почему вообще задержка происходит? Потому что мы начинаем ликвидировать одну утечку, рядом появляются 2-3. Нам приходится отвлекать силы, средства и так далее на ликвидацию соседних утечек и те, которые стоят дальше в графике, запаздывают с ликвидацией. Но жители пусть меня поймут, мы делаем все, что можно для ликвидации этой ситуации. Также директор РСК отметил, что компания по нормативам должна была устранить все порывы за 54 дня, но они справились за 40. И здесь отдельное спасибо коллегам, которые работали на подряде. Нам помогает ЮКП, нам помогает строоизоляция. Сейчас разговариваем еще с одним субподрядчиком. Но основная нагрузка, конечно, лежит на нас, то есть основные затраты несем мы по ликвидации той ситуации, которая на данный момент существует в южной части города Полевского. Ну, я думаю, мы справимся. То есть у нас осталось 5 утечек, которые мы до 12-го числа все устраним и вопросов с вхождением в отопительный сезон быть не должно. До начала отопительного сезона осталась неделя и надо завершить все работы на теплосетях и подать горячую воду и тепло в квартиры полевчан в срок. Ксения Балденкова, Константин Миронов. Новости нашего города. Новости нашего города.